МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Климентов и Сергей Семенов живут в Чебоксарском детском доме. Друзья-сверстники, педагоги и воспитатели – это как большая семья, в которой все переживается вместе – успехи, победы, разочарования, горести. Вместе думают, как решать проблемы – помочь малышам или вывести в жизнь уже повзрослевших воспитанников. Последним очень важно иметь в этой жизни опору и, конечно же, профессию. Давайте мы с вами сыграем в игру. Профессионал – все, наверное, знают, что такое игра от города. Это аналог такой игры. Я называю профессию. На ту букву, в которой она оканчивается, вы должны придумать следующую профессию. Футболист. Тракторист. Токарь. Репетитор. Рыбак. Каскадер. Ревизер. Риэлтор. Реквизитор. А знакомы вы ли с профессией электромонтажник? Почему? Как вы думаете, где их можно увидеть? На радио, на телевидении. На заводах. На танках. Еще где? Еще как-то. В самолетах. В машине. Ну, там, где, наверное, связано с техникой, где есть оборудование. У нас есть возможность посетить одно из ведущих республиканских предприятий. Может быть, воспользуемся этой возможностью? С удовольствием! Значение слова «электромонтажник» широкое. Это квалифицированные рабочие, выполняющие наладку объектов электроснабжения, промышленного и гражданского строительства. Ни кочегары мы, ни плотники, но, сожалению, горьких нет. Как нет там и монтажники, и высотники, да, и с высоты вам шлем привет. А мы попробуем разобраться, чем занимаются монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Любое радиоустройство состоит из множества деталей. Маленьких цилиндриков, стеклянных колбочек, пластинок, металлических коробочек. Каждая деталь – важный элемент схемы, без которого устройство не может работать. Монтажные провода и кабели, электронные лампы и полупроводниковые приборы, резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности – основные предметы труда монтажников радиоаппаратуры. Рабочий этой профессии выполняет электрическое соединение деталей и элементов. Саша и Сергей не успели поучаствовать в игре, так как оба были на соревнованиях. Они ведут активный образ жизни, любят петь, танцевать. Сергей рисует, правда, свои работы стесняется показывать окружающим. Саша тоже постоянно старается расширять свой кругозор. С толстым томом приключений Гарри Поттера он погружается в мир фантастики. Когда ребята узнали, что смогут поехать на крупные промышленные предприятия, начали приводить массу аргументов, чтобы мы их обязательно взяли с собой. Я учусь в 64-м лицее и очень нравится предмет физика. Помимо того, что я хочу стать юристом, еще хотелось бы посмотреть внутрь электромеханики и вообще там радиоустройства какие-то. В детстве бывало такое, что разбирал, всякие старые радио, в общем, игрушки различные, проявлял интерес. И сейчас хотелось бы посмотреть на все это вживую. У Сергея тоже немало аппаратуры. Один магнитофон, три приемника, радио, телефон. Мне очень хотелось бы съездить на этот завод. Я в детстве, помню, всегда разбирал папины радио, приемники, искал человечков. Так и не знаю, как они устроены. Хочу узнать. На этот раз ребята, увлекающиеся физикой и математикой не ради галочки, сделали еще один шаг навстречу своей будущей профессии. В научно-производственном комплексе «ЭЛАРА» всегда рады гостям. Ковать кадры для себя мы начинаем с работы со школами. То есть мы уже на протяжении, это уже, по-моему, третий год, проводим экскурсии для девятиклассников и для одиннадцатиклассников. Для того, чтобы люди видели и представляли, чем действительно мы занимаемся на предприятии. И ребят многих заинтересовывают. Они уже задают вопрос, а куда нам идти дальше. Наши специалисты им подсказывают, что, ребята, идите на технические специальности, или в ВУЗы, или в СУЗы. То есть у человека, я считаю, это очень правильно. Уж кто-кто, а начальник 108-го цеха Владимир Падусев по своему личному признанию ни капли не жалеет о выборе своей профессии. На работу он приходит задолго до начала рабочего дня. Привык за 10 лет. Каждый участок своего цеха считает мини-заводом, ведь там производится очень много операций. Мы сейчас находимся в цехе по производству печатных плат. Наш цех на данный момент оснащен уникальным, высокотехнологичным импортным оборудованием от ведущих производителей. Мы все время развиваем свои технологии, и на данный момент мы можем уверенно изготавливать двухсторонние и многослойные печатные платы до пятого класса включительно. Что это означает? Это диаметр отверстий 0,1 мм, это ширина проводников 0,1 мм. Изготавливаем уверенно многослойные печатные платы. Количество внутренних слоев достигает до 24 слоев, при этом толщина платы более 4 мм. Наши юные профессионалы, переодевшись в специально белые халаты, с огромным интересом наблюдали за работой мастеров. Оказывается, в комнате надо несколько раз производить влажную уборку. Влажность воздуха должна быть не менее 45-50 градусов. Плюс еще температура воздуха 20-22 градуса. Требований много. А все потому, что при несоблюдении этих характеристик получится технический брак. Одним из основных операций при составлении печатных плат является получение ресурсов схемы. На данный момент мы находимся на участке фотопечати. На этот участок заготовки после сверления заходят в вот таком состоянии. Мы видим только отверстия. Такие операции проводят на участке фотопечати. Наносит фоторезист. Фоторезист – это светлоочувствительный материал. Аппетит просыпается во время еды. Точно так же Саша и Сергей уже не могли ограничиться посещением лишь одного цеха. Они отправились в конструкторско-технологический отдел микроэлектроники. Здесь производится монтаж элементов. Вот девушка вставляет красненькие светодиоды. Флюсует байку и паяет по ельничкам. Особенно профессии монтажника – это острый глаз, верная рука, тщательность, внимательность. Они занимаются монтажом радиоэлементов для авиационной техники, железных дорог, автомобильной тематики, ну и промышленности. Работу я начал давно, в 78-м году, если не ошибаюсь. Тогда этого ничего не было. Здесь была чистая микроэлектроника. И уже потом, в 90-х годах, появился поверхностный монтаж, собственный монтаж электронных модулей в этом цехе. И с тех пор мы занимаемся, развиваемся, расширяемся. Саша и Сергей сразу заметили, что среди монтажников в основном представительницы прекрасной половины человечества. Решили задать пару вопросов. Больше всего их интересовала оплата труда. Если мы говорим о средней зарплате по предприятию, то по этому году мы должны выйти на цифру порядка 30 тысяч рублей. То есть, вплотную приблизиться к этой планке, возможно, даже мы ее перешагнем. С точки зрения ребят, которые приходят вновь, безусловно, это стартовые условия. То есть, цифры там несколько ниже. Но ученикам или ученикам, или тем, кто проходит практику, мы выплачиваем стипендию. Стипендия разная. То есть, от 4 тысяч рублей и выше. Далее эстафетную палочку взял на себя мозговой центр «Элара». Отдел опытно-конструкторского бюро. Проще говоря, бюро вундеркиндов. Вундеркинды, это, наверное, громко сказано. Вообще, все конструктора имеют высшее образование, и все они закончили технические вузы. Отдел вообще делится на сектора. Каждый сектор занимается своим направлением. Направлений несколько. Это автоэлектроника, промышленная электроника, значит, железнодорожная тематика. Вот в данный момент мы находимся в секторе, который занимается железнодорожной тематикой. В частности, разработкой унифицированного пульта управления машиниста, который устанавливается вот в данные электропоезда. То есть, с помощью этого изделия машинист управляет электропоездом. Работа инженера-конструктора ребятам показалась очень интересной и творческой. Ведь конструктор занимается разработкой, по сути, нового продукта. И от того, насколько грамотно он его сделает, зависит внедрение в производство. Сначала ему приходится прорабатывать несколько вариантов, выбирается более эффективный вариант. И, значит, далее конструктор приступает уже к разработке непосредственной изделия. Разработка производится, значит, путем моделирования в программе про инженер. Вот эта программа позволяет создавать виртуальные модели, которые в будущем станут деталями, из которых будет собрано устройство, либо какая-то сборочная единица. Вот на этом мониторе мы видим пульт машиниста, который впоследствии будет устанавливаться в кабину машиниста. Мне очень понравилось здесь, как бы я первый раз на таком крупном предприятии, заводе. Видел несколько отделов. Очень понравился отдел, где собирают, ну, уже отпечатанные схемы. Здесь все работники получают достойно свою зарплату. И вообще работать здесь хорошо. Очень хотелось бы тоже сюда устраиваться в будущем. Мне понравилось больше всего, как делают печатные платы. Это очень интересно. В завершении встречи с профессионалами своего дела у ребят был единственный вопрос. Где готовят таких специалистов? Поскольку себя помню, в школе очень трудно, в старших классах, и не только мне, я думаю, проблема это у каждого человека, определиться с тем, кем ты будешь дальше, куда идти, куда поступать. Вопрос стоит перед всеми. Если человек побывал на предприятии и понял, что да, я хочу здесь работать, и мне интересна вот эта область, то, конечно, с точки зрения выбора своей дальнейшей специализации вопросов не остается. Он ставит себе цель пойти в ВУЗ, в СУЗ на конкретную специальность. Вот это, я считаю, очень важное направление для именно профориентации. А теперь давайте посмотрим, как обучаются студенты Чебоксарского электромеханического колледжа. Мы сейчас находимся в монтажной мастерской радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Это группа монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, которые учатся на базе 11 классов по профессии монтажник, соответственно. Группа достаточно смешанная, разная. Ребята есть и повзрослее, и после школы есть учащиеся. Готовим специально для завода Элара. На предприятии ребята проходят производственную практику. В течение учебного года два раза в неделю. В остальные дни четыре раза в неделю студенты грызут гранит науки, осваивают теорию. Литературу приходится очень много перерабатывать, поскольку сейчас новые технологии внедряются в производство. И поэтому в интернете ребята помогают, находят информацию, как домашние задания выполняют, всевозможные презентации, доклады, конференции. И таким образом мы подчеркиваем, берем информацию из источников, из интернета. У каждого из этих студентов свой путь в будущую профессию. Они рассказали нашим ребятам, почему им интересно учиться. Ведь выбрав после школы учебу в техникуме, молодые люди, по сути, выбрали специальное образование. Такой шанс есть и у Саши, и у Сергея. В последние годы очень много было разговоров о развитии интереса у школьников к технике, к инженерным специальностям. Потому что и статистика показывает, что наши выпускники в большей степени выбирают общество знаний, историю, то есть гуманитарные науки. И мы решили в прошлом году, в 2012 году, в республике запустить наш республиканский пилотный проект по развитию инженерных классов. Инженерные классы – это условные названия. Это не говорит о том, что в каждой школе появляется отдельный какой-то обособленный инженерный класс. Под словом инженерной классы идет интеграция и классов научно-технического, химико-биологического направления, профильных классов в старшем звене и развития кружков технического направления. Что надо делать для того, чтобы у ребят был интерес? Прежде всего, конечно, нужны подготовленные педагоги и оборудование. Студенты Чебоксарского электромеханического колледжа с охотой познают мир техники и уверенно смотрят в будущее. Отрывок из притчи. Работали как-то три человека, которые что-то строили. Занимались одними и тем же, но когда их спросили, что они делают, ответы были разные. Один сказал «Я дроблю камни», другой сказал «Я зарабатываю себе на жизнь». Третий ответил «Я строю храм». От всей души желаем нашим участникам передачи построить свой храм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова